Ну и доставка заказа. Обязательно, когда вы доставляете заказ. Во-первых, обращайте внимание на свой внешний вид. Используйте аксессуары, рифмы, ручки, например, сирменные, да, пакетики у нас есть. Вот эти наборы пакетиков, они стоят всего 20-30 рублей. Но клиенту 10 пакетов, 20 рублей, 2 рубля пакетики. Ну, клиенту будет, ну, как бы красиво получить вот именно в таком пакетике. Если нет таких пакетиков, ну, карандашик один не можешь класть, да. Вот видите, вот такие. Вот на Ленина здесь у нас есть магазин, такой вот деревянный, да, торг-сервис называется. Можно в партнёре купить, можно в конспарке посмотреть, да. Такие пакетики разных они форматов, они очень дешево стоят, там 100 штук, по-моему. Самое максимальное это 50 рублей, то есть самый большейший пакет. Значит, доставка обязательно, когда вы клиенту приносите заказ, надо взять что? Клиента. Деньги. Без денег заказ не отдавайте. Вот как бы вам ни говорили, я тебе завтра отдам, тогда послезавтра отдам. Уже прогорали уже некоторые. Присходили, выжаловали, что я не отдавал никто там. Или я получки отдам, от которой они уточнили. То есть обязательно только деньги. В первенстве, да. Значит, я делала следующим образом, вот из-за фишки моей. Приношу заказ, если человек говорит, нет денег, я ему не отдаю, но говорю. Значит, если у тебя завтра, ты завтра сам ко мне идёшь за заказом. Я уже тебе несу, а ты сам ко мне идёшь. Значит, если ты завтра мне деньги приносишь, я тебе по цене отдаю, по которой ты заказывал. Если ты мне отдаёшь на следующую неделю, то на 5% дороже. Деньги всегда на стоят, там на день. Понятно, да? То есть это вот сами регулируйте вопрос, потому что вы оплачиваете в компанию свои деньги, и вы не должны страдать, а вообще лучше берите вперёд. Ещё такое вот. Но я вперёд не любила брать, иногда в существующей позиции есть, да, и возьмёшь, берёшься чужие, и отдавайте свои текущие. Инвестиции в каталог. Значит, вообще...